Передовые методы лечения обсуждают в Новосибирске травматологи из разных регионов. В НИИТО проводят больше 8 тысяч операций в год. Именно здесь начали развивать вертобрологию, науку о позвоночнике. Однако врачи помогают и по многим другим направлениям. Опытом делится на конференции «Цевьяновские чтения» Анна Братушкина об успехах новосибирских травматологов. Елена встает и ходит через несколько часов после операции на позвоночнике. У девушки была грыжа диска. Она передавливала корешок спинного мозга. Из-за этого у Елены не имели ноги. Нейрохирурги новосибирского НИИТО удалили грыжу, провели мини-инвазивную операцию. Разрез маленький, восстановление быстрое. Как видите, я уже стою. И, ну, конечно, болезненные ощущения у меня в поясничке есть, как сказал доктор, ну, куда без этого. И, ну, а нога, ну, нет никаких таких покалываний пока, ощущений неприятных нет. Дегенеративный процесс, он присущ больше пациентов старшей возрастной группы. Но это заболевание молодеет. И в некоторых редких случаях даже необходимо участие хирурга для того, чтобы пациенту выздороветь. За год в Новосибирском НИИТО помогают 8 тысячам пациентов. Когда-то институт был госпиталем для военных. Позже именно здесь зародилась вертебрология, наука о позвоночнике. И сейчас это одно из главных направлений института. Институт, ну, он всегда славил своей хирургией позвоночника. Но, в общем-то, все последние годы, можно даже сказать, уже десятилетия, другие направления, такие как, например, эндопротезирование суставов, артероскопия суставов, это заняло, в общем, такое достойное место в работе института. Сегодня новосибирские травматологи обмениваются опытом с коллегами из других городов на научной конференции «Цевьяновские чтения». Одна из важных тем – последствия ковида. Заболевание дает осложнение и на кости. Без таких встреч, без возможности обменяться мнениями, мы стагнируем. Для того, чтобы поступательно развиваться дальше, нужно получать новые знания, нужно понимать, каким образом научные службы соответствующих учреждений функционируют, какие данные они получают. Выступать с докладами и обсуждать перспективные методы лечения врачи будут сегодня и завтра. Анна Братушкина, Вероника Иванова, Дмитрий Кан и Олег Королевец. Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал Новосибирские новости. Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...